Достижение Всевышнего Достижение Всевышнего Поэтому, Арджуна, ты должен всегда думать обо мне в образе Кришны и в то же время сражаться, исполняя свой долг. Посвящая мне все свои действия, держа ум и разум сосредоточен на мне, ты непременно достигнешь моей обители. Достижение Всевышнего Тот, кто повторяет имена Кришны, непременно достигнет его высшей планеты Кришны-логи. Следующий текст, они очень похожи, как бы продолжение, Господь Кришна продолжает свою мысль. И Шилупрад развивает эту тему в комментариях следующих. Абьяса-йога-юк-тэйна-четаса-нан-нягамина-парамам-пурушам-дивьям-яти-парта-нучин-таян. Перевод Упардха. Тот, кто постоянно помнит меня, Верховную Личность Бога, кто всегда сосредоточенно думает обо мне и не отвлекается ни на что другое, без сомнения придет ко мне. Комментарий Шилупраду. В этом стихе Господь Кришна подчеркивает, насколько важно всегда помнить Его. Чтобы не забывать Кришну, необходимо повторять Харея Кришна-маха-мантру. Повторяя и слушая звуки имени Верховного Господа, мы занимаем служением Ему свои уши, язык и ум. Эта медитация, заниматься которой совсем нетрудно, поможет нам прийти к Верховному Господу. Пурушам значит наслаждающиеся, хотя обусловленные существа принадлежат к пограничной энергии Верховного Господа, они осквернены материи. Они считают себя наслаждающимися, но забывают, что не являются Верховными наслаждающимися. Здесь ясно сказано, что Верховный наслаждающийся – это Бог, Верховная Личность, проявляющий себя в виде полных экспансий, таких как Нарайана, Васудева и так далее. Повторяя мантру Харе Кришна, преданный может время от времени думать о том, кому Он поклоняется, то есть о Верховном Господе в одном из Его образов – Нарайаны, Кришны, Рамы и так далее. Постоянно повторяя Святое Имя, Он очистится от материальной скверны и в конце жизни войдет в Царство Бога. Йоги мысленно созерцают сверхдушу в своем сердце, а преданный, повторяя мантру Харе Кришна, всегда держит ум сосредоточенным на Верховной Личности. Ум очень беспокоен и неустойчив, поэтому необходимо заставлять его думать о Кришне. В этой связи часто приводят пример с гусеницей, которая все время думает о том, чтобы стать бабочкой, и благодаря этому в той же жизни превращается в бабочкой. Точно так же, если мы будем все время думать о Кришне, то в конце жизни обязательно получим тело, наделенное такими же качествами, как и тело Кришны. Ома Гьяна Тимиранда Сья, Гьянан Джана Шалакая, Чакшурун Милитам Яна Тасмай Шри Гуравейн Маха. Ши Читання Ману Бхиштам Стапитам Ейнабуталы, Сваям Рупах Кадамах Ям Дадати Свападантикам. Ван Дехам Шри Гурух Шри Ютапада Камалам Шри Гурун Ваишнавам Шча, Ши Рупам Саграджатам Сахаганарадгунадхан Витам Там Садживам. Садвайтам Савадхутам Париджанасахитам Кришна Читанья Девам, Ши Радха Кришна Падан Сахаганалалита Шри Вишакан Витам Шча. Хе Кришна Каруна Синдо Динабандо Ягатпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намастате Тапта Канчана Гурангера Девриндаванешвари Вришабхану Суте Деви Пранамами Хариприе. Джая Шри Кришна Чейтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхар Шивасари Гурбак Тавриндаки Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама. Мне будет немножко трудно настроиться сейчас на лекцию, потому что тут бежал-бежал через весь Петербург. Это интересная тема, здесь описывается, недавно я послушал интересную лекцию преданных, и когда была лекция в четверг, мы обсуждали тоже эту тему о цели и стремлениях человека, к чему люди стремятся. И интересно, что мы находим информацию в ведах о том, что в этом мире главная цель, которой стремится человек, не только человек, а многие-многие формы жизни, это люди, в основном существа, стремятся к власти. Они хотят контролировать, владычествовать над этим миром. Как описывается, что существуют даже космические войны, где существа, которые называют боги, и существа, которые называют демоны, они устраивают огромные баталии космические. Иногда люди участвуют в этом. Например, когда у полубогов не хватает предводителей, достойных, целеустремленных, чистых душой, сильных разумом и действующих без сомнений существ, то иногда они приглашают кого-то из людей, например, сражаться. Так было с отцом Господа Рамы. Полубогов не было подходящего начальника, и тогда они пригласили царя, человека, Дашарадха. И он так сражался, что казалось, что десять колесниц стреляли во все стороны одновременно. И ему дали имя Дашарадха. С этого времени тебя будут звать Дашарадха. Мучу-кунда тоже, да, сражался за полубогов. Хороший пример, великий. Мучу-кунда был огромного роста, нам даже не представить. Когда он вышел из своей пещеры, после продолжительного отдыха он посмотрел, что люди были очень маленькими, все животные были маленькими, деревья были маленькими. Он очень удивился, потому что он не ожидал просто такого увидеть. Наступила уже, фактически наступила калиюга, все уменьшились в росте. Если вы поедете в Арису, в Джиганат-Пури, вы увидите там коровы, они очень маленькие. Там есть не карликовые коровы, но они реально меньше, чем традиционные коровы. Так бросаются. Собаки тоже маленькие. Поэтому вот эта борьба за владычество, практически каждый стремится управлять чем-то, стремится управлять государством, странами, империями. И поразительная вещь, что Вселенная, она разделена на сферы влияния. Есть сферы влияния, где влияют вот эти существа демонического склада. Есть сферы влияния, которыми управляют божественные существа, преданные Богу, очень могущественные, они живут долго, они сияют, у них почти нет скорби, никто там не умирает, они влияют. Иногда демонические существа, приобретая какую-то силу, они начинают вторгаться, знаете, вторгаться в сферу божественного влияния. Например, когда Бали Махараш получил силу от великого священника Шукрачари, он получил такую силу, что когда полубоги увидели это, они сказали, что мы не сможем его одолеть. С ним сила Шукрачари. И Бали Махараш пришел в столицу Индры, даже без сражения. Все разбежались, полубоги сразу разбежались, сказали, мы не будем сражаться, бесполезно. То есть такие вещи происходят. Во второй песне Шимадбагу там есть очень интересное предсказание, что когда люди приобретут невидимые летательные аппараты полубогов, они начнут покорять высшие планеты. Представляете, начнется такая вот, ну что-то типа такой войны, когда люди сядут на эти летающие аппараты и начнут там продавать Макдональдс, наверное, потом, я не знаю, что они там захотят потом делать, когда они завоюют высшие планеты. И каждый человек практически пытается использовать влияние, потому что если мы захотим получить богатство или что-то в этом роде, то кто-то придет более сильный и отберет это. Поэтому в Кали-Югу, когда нет нормальной защиты, торговцы объединяются. Всякие торговые ассоциации, секретные сообщества и так далее, которые объединяются, чтобы иметь какое-то влияние, потому что очень трудно защититься от тех, кто имеет власть. Поэтому если мы посмотрим, практически каждое живое существо стремится к какой-то власти и так далее, стремится богатиться, стремится и такие вот... При том, что это происходит практически на всех уровнях существования во Вселенной. Живые существа ставят себе перед собой различные цели, они боятся за эти цели. Например, Индра, когда сидел, и вдруг он увидел, что один из людей на этой планете, на нашей, он совершает такую этапасию, которую очень трудно совершить. Он был великим святым, был великим царем, а потом стал великим святым, отшельником. Его звали Вишвамитра. Он сиял от своего этапаса, знаете, как люди, они сияют. И когда Индра увидел, он подумал, что это очень опасный человек. Он может прийти и просто, знаете, так сесть рядом, как индусы садятся, так оп, и потом раз, и ты уже не на троне, сидит на троне Вишвамитра. Поэтому индусы, вот у них традиция, видите, еще осталась такая. Войти как иголка, а выйти уже как плуг. И поэтому Индра сказал, надо же с ним что-то сделать. И что можно было сделать? На высших планетах есть прекрасные абсары, девушки танцуют, очень прекрасные. И он сказал одной из самых прекрасных, ты должна пойти и сбить его с пути истинного. И вот Вишвамитра, он сидел, совершал медитацию, тапаси, он сиял, и тут вдруг он услышал звон колокольчиков в лесу. Тринь-тринь-тринь-тринь-тринь-тринь-тринь. И он знал, кто это. Мудрецы, они же все видят. Но даже будучи мудрецом, это не значит, что мы полностью свободны от всех желаний. Можно быть мудрым человеком, но это не значит, что мы чурбаны и бесчувственные, правильно? Поэтому он открыл глаза. И когда он увидел Минаку, он сказал, «Харибол». Вишвамитра и потом родилась Шакунтала, знаменитая красавица, которая стала матерью великого царя Бхараты. То есть каждый боится, даже на высших планетах боятся, иногда туда приходят демоны. Когда демоны вылезают, их никогда не уничтожают полностью. Просто их отправляют в их сферу влияния и как бы закрывают. Пусть они там владычествуют, пусть они там делают по своим законам. Главное, чтобы выше не поднимались. И существует 14 планетных систем во Вселенной, самых низших, где живут драконы, вот эти наги, змеи. У них такие драгоценные камни на голове описываются, и от них исходит сияние, такие, знаете, как фонерики. В подземелье у шахтеров есть, вот у них тоже такие есть драгоценные камни, и они когда ползают, там все освещается, все блестит. Есть другие планеты, есть земные, вот земля. И на каждой планете есть райские миры, и на каждой планете, кроме высших планет, живые существа борются за существование, ставят перед собой множество целей, пытаются их достигать, знаете, расталкивают друг друга, и так далее. Там происходят постоянные вещи. И проблема в том, что, чтобы они не приобретали, все это обречено на одну вещь. Это рассыпется, как прах. На высших планетах там другое сознание, там живут в мире, в гармонии. Все преданы Богу, и все сотрудничают друг с другом. Никто особо сильно никого не критикует, не обижает. Все сотрудничают, потому что каждый является слугой Бога. Пусть и хотят жить с комфортом, хотят жить в хороших условиях. Как я вот помню, я приехал в Майпур, и там, знаете, ну мы здесь в свое время там распространили книги, здесь такая все время, топасия, нас никто не любит. Все говорят, ты сектант. Там и так далее, да? Но когда вы приезжаете в Майпур, вы вдруг понимаете, что кто вообще сектант? 700 миллионов индусов, которые верят в Кришну и принимают вас, белого человека в Тхоте, как садху святого человека, следующему святому пути. Или 3 миллиона официально зарегистрированных там, ну скажем, деноминаций в России, допустим, да? Главная религиозная деноминация, 3 миллиона официально по статистике. И кто тогда сектант? Сколько процентов, если так взять? И вдруг вы чувствуете в Майпуре совершенно себя нормально, нормальным человеком, нормальным вайшнамом в Индии. И я посмотрел, и там шел такой грехаско, знаете, он такой шел с джапой, совершенно спокойный, такой с пузиком, с чадором. Он шел по Майпуре и так повторял мантру. И вот это чувство спокойствия, удовольствия, что ничего не происходит, что никуда бежать не надо, ничто не угрожает. Это было поразительно вообще. Еще я видел одного ученика, шила про упады, он просто сидел под пальмой в Майпуре и что-то штопал. Знаете, сидит просто и что-то штопает. Я хотел сказать ему, про буджи, надо повторять мантру, достичь совершенства жизни, что вы здесь сидите, зашиваете. Но он сказал, то ли он мысли просчитал, то ли Кришна его вдохновил, они беседовали с одним преданным, и потом он повернулся ко мне и сказал, это совершенство жизни, сидеть здесь в Майпуре. Вот такой этот материальный мир. Все борются. Каждое живое существо, куда бы человек ни пошел, здесь будет какая-то или война, или борьба. Вы придете в любой коллектив, и там будет борьба за первенство, за что-то такое. И Кришна говорит здесь, что живое существо должно поставить себе другую цель. Даже приходя иногда в религиозное общество мы сталкиваемся с той же борьбой за существование, с той же борьбой за лидерство, с теми же вещами, и мы думаем, ну почему не я президент, допустим, или главный начальник, или архимандрит какой-нибудь. Такие же вещи происходят, потому что мы еще не знаем, какова истинная цель, какую цель поставить, потому что это очень важно для человека поставить перед собой цель. Допустим, Кришна объясняет, что те, кто поклоняются полубогам, совершают серьезные аскезы иногда, ради каких-то целей, очень неразумные люди, потому что что они попросят у полубога? Дождя, воды, зерна, немного золота, там машину, квартиру, и все. Это вещи очень ограничены, они не приносят счастья, не приносят, на самом деле, удовлетворения. Иногда они важны, конечно, и без них, если не повторять мантру Харе Кришна, ум будет очень беспокоиться. Все на машинах, один я пешком хожу, ну что ж такое, или там негде жить, и так далее. Да, бывают такие трудности. Если человек начинает повторять, совершать медитацию, эти трудности уйдут, он будет удовлетворен. Но иногда бывает, но все же это вещи временно, они приходят, они не приносят удовлетворения человеку. Мы об этих вещах говорили. Поэтому очень важно, принципиально важно поставить перед собой что-нибудь, настоящую цель. И даже если человек не достигнет в этой жизни, ну, допустим, вы поставили цель ставить миллионером, но вам не повезло, вы заработали только 30 миллионов долларов. Ну, бывает, невезуха по жизни. Да, но вы все равно не останетесь в минусе. Поэтому здесь Господь Кришна объясняет очень удивительную вещь. Он говорит слово «тасмат». Поэтому Аджуна, ты должен думать обо мне в образе Кришны, чтобы прийти ко мне. В этой главе Господь призывает Аджуну прийти в духовный мир, в духовную реальность. Если мы не поставим перед собой цель вернуться домой, обратно к Богу, то мы ничего не достигнем в этом мире. Это точно так же, как, знаете, исследования вегетарианцев исследовали, и оказалось, что почти все вегетарианцы нарушают эти принципы вегетарианства. То есть они вот вегетарианец, потом он думает, ну ладно, что, съем колбасу. Потом все равно буду вегетарианцем. И почти все вегетарианцы, они там сколько-то раз в жизни за свою вегетарианскую карьеру что-то едят не вегетарианское, частенько. То есть очень интересный момент. Они же не давали обетов, они же не знают, зачем им в принципе вегетарианство. Они просто хотят быть хорошим человеком и так далее. Как люди идут на улицу и говорят, давайте покормим птичек. А тут стоит зверосовхоз какой-нибудь, который там птичек уже забивает тысячами. Ради этих людей. Они одних кормят, других едят. Да, вот это вот. Поэтому здесь Кришна говорит, поставь перед собой эту цель. Вот вернуться домой, обратно к Богу. И на самом деле, оказывается, это не так прямо уж сложно сделать, как кажется. Хотя, говорится, Бог, Он очень далеко, в то же время Он очень близко. как в Коране говорится, что если вы захотите увидеть Аллаха, вы не сможете его найти нигде. Но в то же время Он ближе к вам, чем ваша коронарная артерия. Ну, что-то в этом роде. Я не специалист в анатомии, но там какая-то главная артерия в сердце. И вот ближе, чем она, к тебе стоит Бог, так говорится, Всевышний, Всемогущий. То есть, с одной стороны, духовное царство, царство Божие, оно далеко, его не долететь на нем на летательных аппаратах, не добежать никак, не доползти. Но в то же время оно ближе к нам, чем мы даже можем себе представить. Еще это объясняется, почему? Потому что природа человека является тем, что он является частью этого царства, частью этого Бога, частью божественного существования. Это его изначальная природа. Все, что... Он просто покрыт, знаете, как вот луковица у него там много, или капуста, да? Она такая вся вот покрыта листами, да? Точно так же живое существо, оно покрыто. Сейчас я посмотрю. Почти все сказал уже, что хотел. Вспомнил, Шилапрупада говорил как-то. Он говорит, я сожалею, многие мои ученики, они останутся на высших планетах. То есть кто-то уйдет в духовный мир, а кто-то останется на высших планетах. Эта фраза Шилапрупада говорит об одной вещи, что кто-то-то уходит в духовный мир. Понимаете? Что кто-то останется, да, ну, хоть не здесь, там где-то, но кто-то уходит. То есть у кого-то это получилось. Получилось раньше, получается сейчас и получится в будущем. Пока не наступит какой-нибудь жуткий конец калиюги и придет калки-аватар. Поэтому настоящий, по-настоящему духовный человек, он не разменивается на мелочи. Он всегда имеет эту цель. У человека, у преданного или у духовного человека могут появляться второстепенные цели, ему нужно сделать что-то там с работой, что-то с карьерой или еще что-то, но это не самое главное в его жизни. Самое главное, что он ставит цель, он знает, я живу лишь временно в эту жизнь, я пришел без всего, уйду без всего, я должен что-то хорошее здесь сделать. И что можно хорошее сделать? Как можно достичь Кришну? Здесь, видите, в двух комментариях Шила Прабхата говорит, необходимо воспользоваться процессом повторения Харе Кришна маха мантры. То есть, это могущественный процесс калиюгу. Я, к сожалению, не могу процитировать точно цитату, но в одном писании по йоге описывалось, что медитационная йога, вот такая, значит, сидеть там целыми сутками медитации подходит для людей целеустремленных, которые способны, решительных, которые способны выдерживать суровые аскезы, тапаси и так далее. Потом вторая типа йоги, это когда вам нужно делать всякие асаны, пранаямы, перед этим там, разминаться, среатачивать ум, предназначение для второй категории. А основная категория люди, которые не могут выдержать свое слово, которые не могут исследовать строго садхани, которые там очень чувствительные, непостоянные, ну вот, мандасу, мандаматайо, и там говорится, для них лучший вид йоги это мантра йога. Вот так говорится в руководстве по йогической практике. И здесь говорится, что среди всех мантр, маха-мантра самая лучшая. Интересный момент. Иногда, когда мы ставим перед собой цель прийти в духовный мир, потому что многие приходят в наше движение, для чего приходят в духовное движение. Да просто клево, я не знаю, зачем я пришел в это движение, мне просто нравится ребята тут учить. А просад такой, что просто, ну я такого вообще нигде не видел. Признаться честно, это факт. Особенно в далеких 90-х такого никогда не было. Мы когда распространяли книги, они были, знаете, в суперобложках, красные, желтые, синие, и мы просто людям показывали, люди никогда таких книг не видели. Они просто смотрели и говорили, ух ты, сказки. И иногда появляются второстепенные вещи, но Господь устраивает так, что преданный потом вспоминает, для чего он пришел в это движение, для чего он родился, что он хочет достичь. Потому что иногда мы приходим, мы отказываемся от многих вещей ради этой цели. Если вы хотите стать хорошим студентом, врачом, вам придется учиться, правильно? Вам придется забыть о тусовках или, так сказать, в времяпровождении легком. Придется сосредоточиться на книгах. Так или иначе, вам что-то придется. И поэтому преданные иногда отказываются от каких-то своих удовольствий, чтобы сосредоточиться на Кришне. И весь смысл заключается в том, чтобы пойти до конца. Как говорил великий преданный, известный все время, просто одну жизнь отдать Кришне. И иногда мы отдаем жизнь Кришне, потом у нас не хватает решимости, мы часть ее забираем, но смысл в том, чтобы потом отдать снова. Ну как бы, Кришна, я отдал тебе жизнь, попользовался и снова отдаю. В этом весь смысл. И основной практикой, как здесь говорится, основной практикой здесь описывается, это сосредоточенное, глубокое сосредоточение на Верховной Божественной Личности. Повторяя Маха-мантру, человек глубоко, глубоко сосредотачивается здесь. Шила Прабхупада пишет очень интересно в комментарии, повторяя мантру, Харе Кришне преданный может все время думать о том, кому он поклоняется. На кого он медитирует? На ком он сосредотачивается? Интересно, что в Ведах описывается необходимость сосредоточения в Рикведе, одной из древнейших частей Вед. Там говорится, «Ом тадвишнух парамампадам садапашчанти сураяга дививачакшурата там тадвипашавипанневу». Там говорится, что дэвы, полубоги, всегда медитируют на обитель Вишну или на стопы Вишну. Что даже эти великие существа, они всегда медитируют на Кришну. Люди традиционно поклоняются полубогам, ангелам и так далее, но они поклоняются Вишну. И у нас есть такая же возможность, мы практикуем то же самое, мы делаем, как они, мы медитируем на Вишну. В этом, как бы, суть ведических писаний. И разные веды, Коран тоже говорит, что она цареоточивается на Всевышнем Библии, об этом говорит, допустим, Коран говорит, да, что Аллах, Он ближе к тебе, к чему сердцу. И ошибка в кали-югу живого существа заключается в том, что он слушает об этом и говорит, ага, понятно. Ему говорят, ты знаешь, Бог, Он в твоем сердце, Он такой прекрасный, Он всем управляет, он за всем наблюдает и дает санкцию. И живое существо говорит, понятно, очень интересно, нам было очень любопытно. Да? Но смысл этих высказываний в вере заключается в том, что живое существо село и сосредоточилось на присутствии Всевышнего в своем сердце. Для этого же говорится, не просто рассказать, ну, знаете, Бог в сердце там, я не знаю, что он там делает, но, в общем-то, вот, а смысл как раз в этом, чтобы живое существо село и сосредоточилось на абсолютной истине. Мы это делаем, повторяя Харе Кришна, потому что это самый легкий и могущественный процесс в Кали-югу. То есть, если вы изучите все методы и практики, существующие в наше время, вы не найдете более эффективной практики, чем повторение Харе Кришна. Говорится, что Господь Брама изучил веды три раза, от начала до конца, это огромная часть знания. И Он сказал, преданность Кришне – это суть всего. Средоточение на Кришне – это суть всего. Поэтому Библия, Коран и Веды, видите, они говорят, дорогой царь Парикшит, если ты хочешь избавиться от смерти, если ты хочешь достичь цели своей жизни, тогда ты должен сосредоточиться на Вишну, на Кришне. Об этом говорится в Бхагаватам. Об этом вся суть Бхагаватам, чтобы живое существо сосредоточило свое сознание на Кришне. Здесь Кришна тоже говорит, если сосредоточишь на мне, ты придешь ко мне. Если у тебя не хватает силы, обьяса йога югтана, займись, прилагай усилий в йоге, вставай рано утром, возьми четки. То есть, если мы не можем просто сидеть и думать о Кришне, то лучше взять четки. 108 бусин, вы можете сесть. У кого-то есть четки? Да, четки. Это древняя технология йогов, великих святых, что есть такое, трудно сосредоточиться на Боге, поэтому есть такие бусы. Вы садитесь и каждую бусину перебираете. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. И так далее. 108. Это очень мистический процесс. Но каков смысл этой практики? Здесь Шил Парупада пишет в комментарии очень удивительную вещь. Здесь он пишет удивительную вещь, что смысл в том, чтобы человек сосредоточился на одном из образов, на Нараяне, Кришне или Раме. На образе Кришны. Вот в чем смысл. Смысл этой практики не просто, это не просто ритуал. 16 кругов отторобанил и пошел. Смысл этой практики, чтобы сознание живого существования сосредоточилось на абсолютной божественной личности. Вот в чем смысл. Чтобы человек почувствовал и вспомнил эту божественную личность. Не просто вспомнил, а так серьезно о нем подумал. В этом смысл. И ум гуляет туда-сюда, ему очень сложно. Но раз за разом живое существо начинает сосредоточивать. И чем больше он сосредоточивает, чем больше он познает абсолютную личность, тем больше он познает себя. Тем больше он познает эту вселенную, природу этой вселенной. Это очень удивительный процесс. И иногда что-то может получаться, что-то может не получаться. Но Кришна, он как бы смотрит на это все сквозь пальцы в основном. Потому что Кали-юга, мы люди, мы пионеры, дети рабочих. Нам немножко сложно иногда практиковать эти древние практики, духовные вещи. И поэтому нам помогают и всячески. Но это главный принцип, видите, здесь говорится. И человек, который делает это, Кришна говорит, он придет в духовную реальность в этой жизни. И как мы с вами уже говорили, что есть, как Шилаправада сказал, есть те, которые уже приходят, есть те, которые сейчас пришли в движение, и в этой жизни они уйдут в духовный мир. А кто-то останется. Никто же не хочет остаться. Есть одна история интересная. Ее рассказал Шута Кирти Прабу. Она такая. Не так давно он рассказал историю про свою супругу. Он, может быть, это не очень хорошо говорить, он развелся по какой-то причине. Она тоже развелась, потом они поженились снова. Это нетрадиционное. Ну, такое бывает. А она была ученицей Шилаправпада на 72-го года, 71-го года, ей там было лет 17, наверное, когда она пришла в движение к Шилаправпаде и очень молодой девушкой. И прожила свою жизнь. У нее было 5 детей. Она из Ирландии. Знаете, ирландцы, они такие очень боевые женщины. Она всегда, у нее 5 детей было. Она всем командовала, сколько мантр повторять, когда повторять и так далее. В общем, была очень боевой женщиной. Вот. И когда они поженились, на самом деле, это было благоприятно для них. Она помогала Шутакирти Прабу. Он сам рассказывал об этом, я просто повторяю фактически. Заниматься, он сразу закончил свою книгу «Воспоминания Шилаправпады», которую он не мог закончить 9 лет. Они стали ездить, проповедовать, рассказывать про Шилаправпаду. Мы не говорим, что нужно для Кришны разводиться. Наоборот, не нужно, потому что ничего хорошего из этого не происходит. Обычно, когда люди разводятся, на много-много лет вся их судьба, вся их жизнь ломается. Обычно. Это ужасная вещь. Поэтому лучше сосредоточиться на Кришне. Иногда это благословение, когда у людей что-то получается или что-то не получается. Семейное счастье. Как Шилаправпада, он хотел семейного счастья, но его папа сказал, если ты женишься на той девчонке, то ты никогда, ну, тебе будет сложно, женись на этой, потом просто придет время, и ты предашься Кришне. Вот. Ну, в нашем случае это не всегда так работает. Поэтому Шутакирти Прабуутон, и они ездили, проповедовали, и потом внезапно ее звали Меккаладеви, этой материи увидела сон, к ней пришел Шилаправпада во сне, и он сказал, осталось мало времени, используй максимально, чтобы ездить и проповедовать его. И они стали беседовать между собой, и она сказала, ну, может быть, конец света, или сейчас что-нибудь там, знаете, обанкротится. Знаете, как мы всегда думаем, мало времени, значит, скоро все, уже конец света, все умрут. Вот. А потом она подумала, она сказала, может, я умру скоро. И через какое-то время оказалось, что у нее возникла серьезная болезнь, что-то со связками, я, к сожалению, не знал, не знаю, как это с английского перевести, что-то со связками, она не могла ходить и была, так сказать, стала лежачим больным. Ее отправили под конец в больницу, хотя она очень не хотела. И там осмотрели и через две недели только поняли, что у нее рак четвертой степени какой-то там скрытый. И это Матаджи, которая служила фактически все время, Шилиправпаде, с ее миссией. И Шутакирти Прабу, ее забрали домой, они жили недалеко от Мэнера, и он стал служить. И он говорит, что я хотел ездить проповедовать, но я должен был ухаживать за своей женой. И меня это очень ломало. Я проповедник, я должен проповедовать, но почему я должен ухаживать за ней вообще? И тут в один день его вдруг поразило, что этого хочет Кришна, и Шилиправпада хотят этого, чтобы он это делал. Потому что, когда Шилиправпада ходил из этого мира, Шутакирти Прабу, он был президентом на Гавайях, он там должен был заниматься храмом, он очень жалел, что он не был в это время Шилиправпадой. И вот ему появился шанс исполнить, позаботиться о преданном. И Матаджи начала очень сильно болеть, он очень сильно ухаживал за ней. И потом у нее возникло заражение крови из-за того, что ей сделали химиотерапию, у нее возникло заражение крови, и она начала умирать. И она была в очень тяжелом состоянии. Позвали преданных петь киртам. Преданные, видите, они так, они разбираются, но когда нужно, они все сразу, раз, Кришна их собирает. И было очень много преданных у них в квартире, со всего Менера приехали. И они увидели, что Мекклодеви, она немножко вошла в такой, ну, в кому, или в транс такой, в кому. Раз, ей было очень тяжело. И когда она вышла, она стала улыбаться и даже смеяться. Хотя у нее была температура 42,3 градуса, или что-то такое в это время, у нее была лихорадка. 42 еще. Она должна была умереть, но не умирала. Вот. И она стала улыбаться, и Шутакирти Приву спросил, что, что, почему ты улыбаешь, что, что такого смешного происходит? Она сказала, ты знаешь, Шилапрупада ко мне пришел. Шилаправда пришел, и он посмотрел на меня, и он улыбнулся и сказал, я тебя очень люблю. Я сказал, я всегда думал, что он меня ненавидит, потому что, ну, как бы недоволен мной. Я такая ученица, не очень там все делаю, не очень следую всему и так далее. И я думал, что он меня вот сейчас, Апрупада пришел, на нем, он был очень, говорит, красивый, на нем была очень красивая гирлянда. И он сказал, я тебя очень люблю. И потом два раза с ней такое происходило, когда она вошла снова в что-то вроде комы, она вышла и тоже очень счастливая, и Шутакирти Прабу спрашивал у нее, что происходит, она говорит, ты знаешь, я увидела такое место, очень-очень красивое, это похоже на Майпур, а потом я увидела двух юношей, они пришли ко мне очень счастливые и сказали, я уж не помню точно, что они сказали, но они сказали, что еще не время тебе умирать, не беспокойся, еще не время. И они ушли, и потом, когда она снова вошла в кому, она говорит, я видела голубого юношу такого, может быть, это Кришна, я ему пришел и сказал, то же самое, тебе еще рано умирать. И что оказалось, там пришел один из врачей и сказал, что она не от рака умирает сейчас, у нее заражение крови, срочно ее в больницу, ее отвезли в больницу, она не хотела, как знаете, преданная ей в больницу, никогда не поеду. Ну, настояли милостью Кришны, вот, и ей сделали там какой-то антибиотиками курс, и она более-менее пришла в норму, еще несколько месяцев она жила, полностью посвятив себя Кришне. И все больше и больше они отделялись от этого понимания, муж и жена, да, они стали, как знаете, два товарища преданных, когда один помогает другому. Когда один помогает другому. И под конец, когда уже понимали, что она уходит, удивительная вещь, Раданат Махарашин приехал туда. Тогда не было билетов из-за какого-то, то ли цунами, то ли тайфуна, он не мог вылететь. И богатый ученик Радану Махарашиному устроил перелет через Африку, и он туда прилетел. И там была куча преданных, и там была Катха, и Киртан, и, в общем, Кришна пришел к этой Матаджи, Шиламправпада пришел, Кришна пришел, чтобы забрать ее домой, обратно к Богу. И начался удивительный Киртан, у него потом участил сердцебиение, тело человек оставляет, и понятно, что это рвется связи, не так приятно. И вот в обществе Вайшна, в обществе преданных, полностью уже отреченным от этих привязанностей к мужу, к детям, у него было пять детей. И одну вещь она очень удивительная сказала, она, видите, была такая ирландская женщина, и она была боевой, знаете, ирландцы, они такие, так просто не сдаются. Поэтому она все время командовала своими детьми, но тут она полностью отпустила вот эту жажду власти, борьбу за власть, она отпустила, она сказала, Кришна всем управляет, Кришна всем контролирует. Как я сказал с бабушкой, да не бойся, умирать это, жить это страшно, а умирать раз и умер. Она говорит, я и готова умереть, так как умрешь-то? Я посмотрел, подумал, ну даже не будет же она совершать самоубийство, и умереть не может, и жить уже не жизнь, необычная ситуация. Кришна всем управляет, она сказала. И потом мирно ушла из этого мира. Вот так преданные в нашем движении достигают духовного мира. За ними приходит Кришна, Шила Праупада, видите, и Кришна говорит об этом, поставь перед собой эту цель. Это главная цель. Все остальное, все какие-то позиции, положения, это все временные вещи. Они приходят, уходят, они появятся, уйдут. Главное усилие человека должно быть сосредоточить свой разум на абсолютной божественной личности. И когда это происходит, человек начинает испытывать большую радость, счастье. В Бхагаватам говорится, что когда ум человека сосредоточен на Вишну, тогда он начинает успокаиваться, человек начинает чувствовать счастье. Понимаете? То есть это очень-очень такой мистический момент, важный момент. Кришна здесь говорит, Шила Праупада в комментарии описывает, как это сделать. Он говорит, повторяйте Хари Кришна Махамантру и думайте о том, чье имя вы повторяете. Кто эта личность, да? Кто это для нас? Очень необычно. Хари Кришна. Есть ли вопросы? Давайте обсудим. Микрофон. Никому не слышим ваши вопросы. Все, Кришна, которые вы можете? Это тема какой лекции, да? Что Кришна контролирует, а что Он не контролирует? Он контролирует все. По каким причинам они не достигаются за одну жизнь? Причин очень много. Лучше сказать, как они достигают, чем сказать, по каким причинам они не достигают. Почему человек не дошел до квартиры? Причин может быть много. Одна из вещей, наша судьба, наша карма, она влияет. Как я уже спел вам песенку пионеров. А это тоже влияет. Иногда человеку сложно принять божественную культуру. У него нет опыта, у него тяжелая судьба. В прошлой жизни он мог совершать, Бог знает что вообще, оскорбления, там, все что угодно. И в этой жизни, даже если он захочет прийти к Богу, у него будет много препятствий. К нему будут приходить его дружки. Он говорит, ты что, с Богом связался, что ли? Ну ты даешь. И так далее. То есть иногда хорошая карма мешает. Будут приходить какие-нибудь дружки, подруги на богатых машинах. И говорят, да ты что делаешь? Смотри, это разве жизнь, там сидеть и угнить что-то. Нет? Вот это жизнь, кататься там, веселиться и так далее. То есть эта карма влияет, вот эти вещи. И почти каждый преданный должен пройти через эту ступень, когда встает на духовный путь. Любой религии, это неважно. Если вы встанете на духовный путь, то вы должны преодолеть вот эту часть кармы, например. Потом вам будет трудно себя заставлять вставать утром. Много-много этих вещей. Но многой милости человеку дается. В том смысле, что сейчас человеку помогают настолько сильно, что даже если у вас есть вопрос, к вам придут и ответят. Как один преданный мне сказал, что он сидел и думал, когда я повторяю, Харе, должен ли я медитировать на Радхаране или нет? И в голосе у него прозвучал голос Шрилы Прабхупада. Как знаете, вот с кассету включили голосом Шрилы Прабхупана. И там было слово такое. Кришна, Кришна ватайор, обедом. То есть, что энергия Кришны, Радхаране, неотлична от Кришны. Обедом неотлична, не отличается. Поэтому причин много. И здесь очень важно руководство духовного наставника, чтобы мы увидели, что когда мы придем к духовному наставнику, и мы скажем ему, что-то я уже 30 лет повторяю мантру, а все не могу справиться с гордостью, то он может сказать, ну, сделай это. И мы пойдем, и, может быть, тогда мы справимся. Или какие-то вещи такие. То есть, это важно руководство, это помогает нам. Сейчас. Харе Кришне, спасибо большое за интересный класс. Вот в этом стихе говорится о том, что нужно продолжать сражаться и думать о Нем, о Кришне в Его форме. Я просто пытаюсь понять, насколько буквально нужно это воспринимать. То есть, в контексте Арджуны на Него летели тысячи стрел. И значит ли это, что для Него значило думать в этот момент о Кришне. И если эту же метафору применить на нас, потому что тоже бывает очень много чего происходит, как одномоментно быть сфокусированным на деле, которое делаешь, и в то же время как бы, или буквально сражаться и думать о Кришне в Его форме. Это хороший вопрос, наверное, все слышали, да? Что, как думать, Арджуна сражался. Одна из вещей здесь, в комментарии Шилапрупада, учит нас прежде всего научиться думать, когда мы не сражаемся. То есть, он здесь говорит, что надо сесть, читать мантру Харе Кришна, прежде всего, в спокойное время, в спокойной обстановке. То есть, самое лучшее время, как говорится, нужно отдать Богу, который у нас есть. Кто-то может работать сутками, там, или по ночам, он может отдать вечер, допустим, или еще что-то. Но здесь говорится об этом прежде всего, да? Что лучшее время отдайте, потому что лучше пользоваться, у вас эффект как бы будет наибольший в этот момент. Когда вы отдали самое лучшее время, когда вы сосредоточенно повторяли мантру, тогда в другое время вы тоже сможете помнить о Кришне. Может быть, Арджуна, когда какая-нибудь стрела пролетала мимо нее, он подумал, ух, Боже, пронесло. Слава Богу. И так далее, понимаете? То есть, он, возможно, так думал. Я не говорю, что это непосредственно так, но это такой пример простой. Например, когда Кришна управлял колесницей, и он сказал, все, кони не могут бежать. И Арджуна сказал, что же делать-то? Говорит, надо их напоить. А там, знаете, битва, там пыль стоит, там сражение идет. И Кришна сказал, надо напоить. Он говорит, а как, здесь же не колоться, ничего, в воду надо. И он сказал, ну ты же умеешь это делать, сделай. И Арджуна взял стрелу, присчитал там какое-то заклинание, мантру в землю, и оттуда пошел в ручей. Все лошади напились. А в это время военачальники, которые сражались с Арджуном, они сказали, Арджуна, слез крестницей, давайте на него. И Арджуна, Кришна буквально дал ему шакти в этот момент силу. И он начал так сражаться из лука, что никто подъехать не мог, близко даже. Более того, даже коней там распрягли, говорится, они там как-то начали там уже веселиться. Вот. То есть, и Арджуна понимал, что это Кришна делает. Поэтому, когда мы повторяем мантру сосредоточенно, потом начинают происходить чудеса в нашей жизни. Когда мы начинаем понимать, что это происходит, не потому, что я такой умный и хороший, а потому, что Бог вошел в мою жизнь. Он действует в моей жизни. Это очень важный момент. Но надо начать именно с того, что сесть спокойно и повторять мантру. Процесс данный. В лучшее время. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос такой. Я вот все чаще сталкиваюсь, что возвышенные личности, они как бы не медитируют на такие вещи, как освобождение, покинуть материальный мир, оказаться в духовном мире, на какие-то высшие планеты попасть. Такой медитации нет. И когда приходит разочарование в материальных ценностях, в материальном мире, все-таки как даже не привязываться к пути гьяны, йоги, кармы, йоги, как сосредоточиться более просто на любом служении, нежели на получении результата для освобождения или иных целей, как не привязываться к этим целям, как служить Кришне чисто, без примесей. Спасибо. Это тоже тема для десяти лекций. Весь нектар предности говорит об этом. Один санеси, он пошутил. Он сказал, освобождение? Не-не-не-не-не. Я даже на Вайкунху не хочу. Что говорить о высших планетах? Не-не. Вот в Америке бы я послужил бы. Да, это да. А это не-не-не, это не для меня. Я спрашивал Гурмахараджи, как вот мы же не видели райские планеты. Если мы пойдем мимо этих уровней, или там, если вообще пойдем, конечно, милостью Кришны. Мы не можем уже контролировать, не мы контролируем этот процесс. Мы просто надеемся на милость Божью, на милость Кришны. Но, если такое происходит, то как мы можем не сойти с поезда, не сойти с этой платформы? Гурмахараджи ответил, очень интересно, что даже в этой жизни вы можете испытать такое счастье, такой вкус, который, по сравнению с чем, когда вы увидите, вы скажете, не-не-не, это не то, что я хотел. То есть такой момент, даже в этой... И это возможно только в обществе серьезных преданных, преданных, которые посвятили себя практике чистого преданного служения. То есть, если вы увидите живое существо людей, преданных, которые с чистой преданностью, с любовью к Богу сидят и вот просто воспевают, потому что как вы с ними сможете пообщаться? Вы же не будете говорить о часах, там, у вас роликс, у меня не роликс, или там еще что-нибудь. О чем чистые преданные говорят? Они сидят и поют Харе Кришна, Харе Кришна. Считают Багу, там, о чем-то там беседуют. У них вообще убежденность такая, знаете, чистые преданные, они вот такие вот. Чего там доказывают все время, там, все говорят про Кришну, они не могут сидеть спокойно, потому что у них сердце горит. И вот когда вы попадаете в общество таких преданных, когда вы начинаете вместе с ними слушать, как они это делают, и вместе с ними начинаете думать, да ладно, буду прославлять Кришну, хоть сейчас спою от души, было что, было, что есть, все. Харе Кришна! И вы можете испытать, даже в этой жизни испытывать такое счастье, по сравнению с которым даже счастье освобождения будет для вас незначительным. И тогда человек может пойти совершать аскезы, совершать тапасию ради удовлетворения Кришны, а не ради себя. Он может даже отказаться от освобождения в этой жизни, чтобы спасти кого-то другого. Это факт. То есть они так думают преданные, возвышенные преданные. Потому что они спокойны, они знают, им освобождение уже гарантировано. Но они начинают действовать ради других. Вот в обществе таких преданных мы, если мы начинаем петь, если мы начинаем сосредотачиваться на абсолютной истине, мы начинаем ощущать счастье, которое они чувствуют счастье. Вот как Говинного Хараж, да, он так садится и начинает петь тихонечко. Харе Кришна! Медленно-медленно, а потом все больше, и потом преданные уже забывают, там начинают петь уже Харе Кришна, Харе Кришна, да. То есть уже преданные забывают об этих вещах. Потом они вспоминают про освобождение, про необходимости, все-все-все-все. И чем больше человек находится в такой практике, тем меньше и меньше. Еще одна вещь, то что человек должен глубоко сосредоточиться на абсолютной истине. Это очень-очень важно. И здесь Шиллопрупад об этом пишут. Это понятно? Нельзя сказать, что я освобождение так говорю об этом, как будто уже, знаете. Нет, но просто это так работает, мы это видим. На нашем примере, на примере преданных. У Матыши есть какой-то вопрос? Для вас уже микрофон готов. Давайте. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Да, такой вопрос. Вот вы говорите про освобождение, да? А мне муж все время рассказывает, что когда вы освобождаетесь, вы попадаете на высшие планеты, там вы можете расслабиться и вас опять сюда спихнут. И как бы получается такой круговорот. И мне нужно как бы увидеть смысл тогда у всего этого. А куда ваш муж говорит, что вы должны что сделать, если не освобождение, то что? Не знаю. Ничего. Ну, а если не освобождение, он говорит, что освобождение. Так вы что, есть цель такая, да, что вот надо к высшему стремиться, надо вот как-то, ну, освободиться, ну, чтобы тебя освободили, и ты тогда попадешь на райские планеты, где там. Я слышала только для мужчин вино и женщины. Нет, женщины тоже попадают. Сегодня как раз. Что для женщин обещают? Почему-то в Исконе гораздо больше историй про женщин, чем про мужчин. Там Кришна к ним приходит, и Шилаврупада, и чаще даже. Это хороший вопрос. Тот, кто попадает на высшие планеты, зависит от того, как он будет там жить. Как один царь, когда поднялся в высшие измерения, его встретили и сказали, добро пожаловать на землю бессмертных. Что ты хочешь? Любые желания исполняются. Я вам сказал, ну, для начала пусть мне все поклонятся. И знаете, это же когда, ну, это благочестивый человек, он совершил много благочестивых поступков, все выразили почтение ему, полубоги, все мудрецы, все-все-все, даже абсары. Намага. И потом у него закончилось пунь, и он упал сразу же с высших планет. Поэтому Кришна объясняет это в Бхагудгите в девятой главе, что, да, что когда человек поднимается на высшие планеты, какое-то время живет, пока у него есть благочестие, но когда она кончается, он снова падает на землю бессмертных. Марти Лока. Планета, где постоянно все умирают. Родился, умирает. Прожил немножко, умирает, умирает, умирает. Но Кришна говорит, что даже поднявшись в высшие планеты, Абрама, Бувана, Луках, Пунана, Арвартина, Джуна, Маму, Петти, Туканта, Ях, Пунар, Джанма, Навиди, Дите, начиная от высших планет этой вселенной, нашего мира, кончая низшими, это все равно юдоль страданий, здесь все равно будут умирать и рождаться. Даже полубоги не бессмертны. Не выйти, да, никак из этого? Не выйти. Поэтому Кришна говорит в этом стихе, но тот, кто пришел ко мне, уже никогда не вернется в этот мир, не вернется в эту доль страдания. Маму Петти, Пунар, Джанма, он, придя ко мне, он не увидит уже больше рождения смерти, поэтому Шила Прабхупада и Кришна призывают прийти в его царство, к нему. В этом смысл движения сознания Кришна. Конечно, есть великие возвышенные вайшнавы, которые, испытывая трансцендентную преданность к Богу и спонтанную любовь к Нему, они говорят, что даже это для них незначительно. Они готовы даже не идти в царство Бога, лишь бы служить Ему. Если они будут полезны Богу здесь, то они рады. Они могут даже не возвращаться. Но все же Кришна здесь говорит о Джуне, и Шила Прабхупада говорил, что наша цель прийти к Богу и жить с Ним в духовном царстве. Это наше, на самом деле, право. Одна из вещей очень удивительных сказала Мекхала Деви, когда она умирала, она сказала, что я имею право жить в духовном мире. Очень удивительная вещь. Она сказала, что я имею право жить в духовном мире, а что это за право? Она сказала, что Кришна меня любит. И поэтому и мое право жить в духовном мире. Шила Прабхупада пришел и сказал, я люблю тебя. Ты мне очень дорога. Господь Читания приходил, и Кришна пришел. И она сказала, это мое право жить в духовном мире, потому что Кришна ее любит. Кришна всех нас любит. Понимаете? Это ваше право жить в духовном мире. То есть, получается так, что мы видим все возможности, и дальше мы сами выбираем. Абсолютно верно. Спасибо. Движение сознания Кришны – это не некая секта, которая пришла, чтобы от вас отобрать что-то. Это движение, международное движение, которое делает цель сделать вас абсолютно свободной, чтобы вы сами выбирали, чтобы вам никто не говорил. Прочитайте, изучитесь, разберитесь, что к чему, чтобы все было понятно, чтобы не было сомнений. Но это движение, которое делает людей свободными и дает им возможность любить. Возвращаясь на землю, мужу надо служить, говорят, из любви. Таково наше движение, если мы думаем, что мы должны стать рабом какой-то системы. Нет, мы не становимся рабом системы, мы становимся свободными людьми, свободными преданными. Поэтому у нас движение, видите, такое, свободное. Свободные пожертвования, все свободное. Есть служение, есть возможность послужить там, помыть посуду. У нас нет таких, знаете, ты моешь посуду до скончания века. Нет, вот служение есть, есть возможность послужить Кришне. Как Шила Пропада, когда к нему пришли и сказали, что почему бы священникам не платить зарплату. Знаете, в церквях там платят небольшие деньги, хотя бы она платит. Шила Пропада сказал, не отнимайте у преданных возможность бескорыстного служения. Для человека это единственная возможность бескорыстно послужить, это прийти в храм Харе Кришны и что-то сделать, не ожидая ничего взамен. Ну, может, немножко просада только. На этом счастливой ноте мы остановимся. Шила Пропада, Ки, Движение Искон, Ки, Шила Пропада, Шри Кришна Бхагаван, Ки, Гор Примананды. Дорогие преданы, уважаемые гости, сейчас у нас будет Гуру Арати. Давайте, пожалуйста, берем коврики, чтобы не поскользнуться на них. И во время Гуру Арати можете подойти и получить Дашан Божеств Ри Кришну. В ЗАГРА Кришну. Ну, что восемь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok